Пусть радость благородной, зимой, как волна война, война народной, священная война. Курсанты Академии ФСИН уверенно шагают сквозь пелену дыма, как когда-то шли к великой победе их предки. Владислав Афанасьев учится на третьем курсе юридического факультета. У него на войне погибли оба прадеда, остальные ковали победу в тылу. Для его семьи этот праздник – День памяти. Владислав надел форму того времени. На мне форма майора рабоче-крестьянской красной армии образца 1943 года. Форму мы данную приобрели на пошив специальный, с точно такой же тканью, которая сохранилась из складов именно с 1943 года. То есть данная форма абсолютно идентичная и, так сказать, натурально в прошедшем время. Ученики 10-й школы постоянно принимают участие в подобных мероприятиях. На этот раз они воссоздали образ учеников блокадного Ленинграда. Вообще, реконструкция в этом году посвящена именно детям, пережившим войну и блокаду. Это дневник Савичева Татьяны. Я буду рассказывать, что она писала про своих родных. Что она писала? Расскажи, пожалуйста, когда кто умер. Краюха хлеба, которая спасала от голодной смерти весы, станки, винтовка Мосина, пистолет ТТ. Все это стало символом подвига всего народа. На плацу Академии были слышны взрывы, выстрелы во время импровизированного боя. Наши, конечно, победили. Также победил в далеком 45-м ветеран Герман Грибакин. Он признается, ему приятно, что молодое поколение помнит события тех лет. Основная память не для памяти должна, а именно передать вот это чувство победы, чувство гордости на нашу страну. За 9 мая вот эта задача ветеранов, чтобы они испытали, вдохновились, как мы вдохновлялись своими предками. Так и они должны нами вдохновляться, что мы пережили, добились. Реконструкция проходит в Академии ВСИН в четвертый раз. Зрители уже увидели подвиг Матросова, подвиг Панфиловцев и военных разведчиков. А в этом году главными героями стали дети, которые так же, как и взрослые, жили надеждой на победу. Это наш самый святой праздник. И, конечно же, мы в учебном заведении вместе с комитетом ветеранов, вместе с ветеранами всех, фактически всех правоохранительных органов Рязанской области пытаемся отдать дань памяти нашим прадедам, дедам и отцам, которые отдали свою жизнь, чтобы мы жили, учились, создавали под мирным голубым небом. Курсанты показали собравшимся, как проходили будни советского солдата, когда не было боев. Костер, котелок и душевный разговор. Среди зрителей были ветераны Великой Отечественной войны. В то время, как звучала песня «День Победы», они встали и почтили память всех, кто отдал жизни ради этой победы. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город».